На президентских выборах оказалось больше нарушений, чем об этом сообщалось ранее. Власти Афганистана получили около трех тысяч жалоб, и треть из них достаточно серьезны для того, чтобы повлиять на результаты. На этих выборах было зафиксировано больше случаев серьезных фальсификаций, чем на предыдущем голосовании в 2009 году, когда пришлось дисквалифицировать более миллиона бюллетеней. Впрочем, эти выборы называют успешными. В основном это справедливо для крупных городов. Тогда как в сельской местности из-за насилия и потасовок сложилась совсем иная картина. Были сообщения о призрачных избирательных пунктах, которые по документам работали, а в реальности нет. Их контролировали военные или влиятельные лица, которые сами заполняли бюллетени. Похожие сообщения поступают из региона Андер. Там не работало большинство пунктов для голосования, несмотря на заявления независимой комиссии о том, что они были открыты. По сообщениям местных жителей, к дверям были прибиты угрозы от Талибана, а на дорогах к избирательным участкам были заложены мины. Иногда дело доходило даже до драки прямо в местах для голосования. И все эти факты, конечно, скрывались. В Афганистан прибыло большое количество международных наблюдателей, но многих из них пришлось отстранить от работы из-за сообщений о нападениях на иностранцев в Кабуле. Все это создает мрачную картину и угрожает легитимности, как предполагалось, первых демократических выборов в Афганистане. Субтитры создавал DimaTorzok